Всем привет! Это Максим и практика по навигации в Compose. Что мы сегодня будем делать? А мы будем переводить приложение Android Academy на Compose-навигацию. Конечно же, мы не будем переводить все приложение. В учебных целях сосредоточимся лишь на первых двух экранах, но нам этого будет вполне достаточно. Итак, наша адженда на сегодня. Мы сначала поговорим о том, что нужно сделать с нашими Compose-бл-функциями, чтобы подготовить их к миграции. После прикрутим навигацию к нашим Compose-бл-функциям и в конце постараемся прикрутить диплинк к одному из экранов. Итак, поехали! Первым делом мы добавляем зависимости, но в целях экономии времени я сделал это заранее. Первая зависимость – это сама библиотека навигации. Вторая – это интеграция библиотеки навигации с нашим DI, в данном случае с Hilltom. Итак, приступаем к коду. Так как у нас будет чистый Compose-проект без фрагментов, мы просто берем и вычищаем старую навигацию на фрагментах. У нас чистый Compose-проект, поэтому мы в методе MainActivityOnCreate вызываем метод SetContent, внутри которого будем описывать Compose-бл-контент нашего приложения. И первым делом в контексте навигации мы должны создать NavController. NavController – это основной API для управления навигацией. С помощью него мы можем навигироваться вперед-назад, читать состояние навигации и так далее. Это тот объект, с которым мы будем взаимодействовать. Далее мы должны задать граф навигации. Я уже подготовил файлик с Compose-бл-функцией, которая будет являться оберткой над графом. Ее суть лишь в том, чтобы вынести описание графа навигации из главной активити, чтобы не раздувать код внутри главной активити. Название функции роли не играет, нам важно, что внутри. А внутри у нас Compose-бл-функция под названием NavHost. Это контейнер навигации. Внутри нее происходит перерисовка текущего экрана в результате изменения состояния навигации. Внутри нее мы передаем сам instance NavController, указываем star destination и в лямбде описываем весь наш граф в декларативном виде. Сейчас будем разбираться. Давайте для начала добавим какой-то первый экран. Пока без контента. Внутри лямбда у нас передается instance класс NF-граф-билдер. Мы с помощью него добавляем новые destination в граф. Итак, первая функция, которой мы будем пользоваться чаще всего на практике, это Compose-бл. Она регистрирует внутри графа Compose-бл-destination. У нее есть параметр root, то есть это ссылка на экран. Первый экран у нас, я напоминаю, это список фильмов. Для простоты будем называть его главным экраном. И root мы присвоим main screen. В параметре start destination у NavHost указываем этот же main. Что мы сделали? Теперь, указав старт destination, соответствующий руту одного из экранов, при старте приложения, при первой отрисовке, будет по умолчанию произведена навигация вот на этот destination. Так, теперь мы должны добавить сам контент destination. View у нас готово. Вот мы перепрыгнули во View. И теперь поговорим, что мы сделали за кадром, как мы подготовили наши Compose-бл-экраны к переходу на новую навигацию. А мы сделали две важные вещи. Посмотрим на то, как работает сейчас на фрагментах. Фрагмент, по сути, является контейнером для нашей Compose-бл-вьюхи. Внутри него создается ViewModel. И также раньше инжектился навигатор внутрь Compose-бл-функций. Что мы сделали? Мы сделали создание ViewModel по умолчанию, опирающейся уже на новую навигацию. И вместо того, чтобы передавать instance класса старой навигации, мы заменили это на callback. Таким образом, наша Compose-бл-функция теперь не знает о том, как именно работает навигация в приложении. Можно сказать, чистая Compose-бл-функция, чистая от навигации. Так вот, добавим ее. ViewModel у нас уже создается. То, как создается ViewModel, указанная по умолчанию, нам нужно лишь объявить callback. Посмотрим на то, как это выглядит с точки зрения навигации. Мы добавили destination, который нам сообщает, что есть некое событие, по результатам которого должна быть произведена навигация на следующий экран, который мы сейчас будем делать. То есть это и есть декларативность. А декларативность в данном случае достигается с помощью того, что у нас каждая Compose-бл-функция выставляет наружу набор callback, сообщающих о том, куда именно нужно навигироваться далее. При этом не зная деталей, как точно будет производиться навигация. Окей, давайте добавим еще одну Compose-бл-функцию, но перед этим сделаем небольшой рефакторинг. Зачем такой ранний рефакторинг, спросите вы. Сейчас узнаем. Мы возьмем и вынесем описание нашего первого destination в отдельную функцию, а точнее в отдельный extension для NavGraph Builder. Создаем файлик, называем его MainDestination. И создаем extension для NavGraph Builder. Сейчас мы это сделаем, и после этого я постараюсь объяснить, для чего это все. А в конце, когда мы прикрутим еще и второй экран, мы будем видеть это наглядно. А пока потренируемся на простом экране, без аргументов. Копируем, переносим и наружу выставляем callback. Просто скопируем его и выставим сюда. Теперь мы можем заменить вот эту функцию на Main. У нее будет callback onMoveClick. Провалим все обратно, еще раз на это посмотрим. Мы взяли и изолировали от графа знание о том, какой именно экран объявляется. Далее, наш следующий экран будет с параметрами. Его декларация будет гораздо объемнее, чем сделано сейчас. Там есть определенные детали, которые имеют смысл скрыть. Поэтому мы выносим все в экстеншены и скрываем эту реализацию от отдельных графов. От нашего основного графа. А позже такое разделение поможет нам в перспективе разнести все это на разные модули. Буквально за одно приседание. Так, давайте добавим следующий экран. То есть у нас есть Main Destination, в котором по клику на фильм мы хотим навигироваться на экран детали фильма. Давайте сразу же создадим по аналогии такой же Destination. Назовем его Details Destination. Тут тоже делаем экстеншен. Пока оставляем так. Посмотрим, как выглядит API нашего Composable экрана по деталям фильма. Вот этот экран. Нам нужно передать с него идентификатор фильма, заголовок фильма, который на самом деле является опциональным параметром в контексте логики работы приложения. То есть этот заголовок, он не влияет на подгрузку данных, он по идее, по задумке показывается, пока данные по фильму грузятся. И также есть ряд коллбеков, которые сообщают о том, куда можно снавигироваться из этого экрана. Еще раз проговорю, что все это сделано заранее, в рамках подготовки к миграции. То есть мы вынесли описание того, как точно работает навигация, знание про другие экраны, знание про механизм навигации наружу, и оставили в Компост был только коллбеки. Итак, нам нужно добавить эту view сюда. Ей в параметрах нужны... Нет, извините. Параметры пока не сюда. Давайте пока перечислим эти параметры с заглушками. А позже будем делать так, чтобы туда передавались уже реальные значения. Так. И четыре коллбека. Скопирую как есть. Хотя на самом деле лучше сделать немножко по-другому. сразу же передать их вот сюда. И присвоить их здесь. Приходится писать немного boilerplate кода. Но это цена за изоляцию. Мы сейчас фактически делаем экраны изолированные друг от друга. И если понадобится, мы легко разносим это на разные фичи. Так что экраны будут изолированы и переиспользуемы. Так. А подсвечивают мне, конечно, потому что мы же тут объявляем destination. Поэтому опять же вызываем метод composable. Теперь нужно нашему экрану придумать root. Назовем его details. и погнали в передачу аргументов. Нам нужно передать идентификатор и заголовок. Напоминаю, что в этой библиотеке для передачи обязательных параметров мы их перечисляем через слэш. Для передачи опциональных параметров мы их отделяем знаком вопроса и амперсентом. Аналогично тому, как это сделано в вебе. Нам нужно тут объявить placeholder. и в таком виде root будет зарегистрирован. Более того, мы еще и отдельно пропишем эти параметры. Да, я сейчас буду просто копировать строки позже, когда мы это сделаем, когда мы закончим, мы вынесем все в отдельные стринговые константы просто для красоты. Но еще и для того, чтобы их переиспользовать. А нам это пригодится. Объявляем первый аргумент, идентификатор. Он у нас типа long. Напоминаю, что мы здесь ограничены примитивными типами и ссылками на ресурсы, которые являются интами, потому что состояние навигации паркуется в parsable и сохраняется при пересоздании activity. Теперь объявляем второй параметр. Да, конечно же, можем дописать, что он не nullable. Хотя, по сути, здесь nullable является заменой флага required. Мне кажется, понятнее было, если бы он назывался required, соответственно, заменой цен версии. Но называется nullable, поэтому пользуйся я для ускорения скопирую и он nullable. А теперь, когда мы параметры объявляем, мы их извлекаем. То есть, вот эта лямбда, которую я сейчас выделил, выделил ее тело, это compostable функция, которая вызывается при навигации на destination, соответствующую вот этому роуту. в лямбде у нас передается объект класса NF Backstack Entry. Этот класс соответствует нашему экрану в Backstack. И сейчас мы будем извлекать аргументы. можем убернуть require not null, так как у нас есть обязательный аргумент. И сначала извлекаем идентификатор. а потом извлекаем заголовок. заголовок извлекли. можем писать вот так, чтобы не так как API compostable у нас не принимает нулы. так как параметр опциональный и чисто визуальный нам не так критично, если он будет передан пустым. ОК. И немножечко вынесем наружу некоторые константы. Например, вот эту мы назовем бейзерутом. Мы не зря его носим. Мы сейчас будем добавлять метод для навигации на этот экран. Лучше слэш оставить тут. Метод для навигации на этот экран, где все это пригодится. Да, передача аргументов в этой библиотеке нетривиальная. Как я уже сказал, приходится писать boilerplate. вы это сами видите. Но никто не обещал, что будет легко. Так. более правильно. Теперь создаем экстеншн для навигации на этот экран. Напоминаю, что у нас для навигации мы будем использовать класс navcontroller. Поэтому экстеншн создадим для него. Назовем его navigate. gate to details. И здесь ему нужно будет передавать значение аргументов. Оставим заголовок опциональным. И вызываем метод navigate с тем же самым рутом, где мы вместо placeholders уже подставляем значение movie.id. Чтобы не смущать, это просто type alias на long. Вот здесь вместо placeholders ставим id. А здесь вместо placeholders ставим заголовок. теперь у нас есть метод для навигации на этот destination. Но здесь кое-что не так. А не так тут то, что мы передаем строку, и она в общем случае может быть таковой, что она поломает наш root, который под капотом партится в URI, и это приведет к ошибке. Поэтому по аналогии с тем, опять же по аналогии с тем, как работает в Web, мы должны ее заэнкодить. Для идентификатора это делать не обязательно, потому что он long, а для строк крайне желательно. в данном случае даже нежелательно обязательно, потому что у нас здесь передается название фильма, а в названии фильма в общем случае могут быть абсолютно любые символы. Так как мы передали зенкожаное значение, то мы должны его раздекодить. раздекодить. Наш экран, точнее писали то, как его нужно добавить в граф. Давайте добавим. Помимо того, что мы его добавили, нам нужно сразу же прописать все callback. Мы их сейчас реализовывать не будем, потому что сосредоточимся на навигации между двумя экранами. Но при добавлении новых экранов принцип будет точно такой же. Нам нужно будет его задекларировать в графе, и нужно будет создать экстеншн, который позволяет него снавигироваться. Объявим только этот, чтобы у нас работала навигация назад. Так, хорошо. Теперь нам нужно добавить навигацию на этот экран. Из первого экрана. В реамде callback у нас приходит объект класса movie. Внутри которого вшит и идентификатор, и заголовок. И вызываем вот такую конструкцию. Из первого экрана. Из первого экрана. окей сделали навигацию так что здесь не так у нас здесь старый destination отдельной строкой давайте тоже вынесем в константу и будем пользоваться этой константы иначе если однажды нам придется поменять это приведет к внезапной поломки прямо на старте приложения и так посмотрим еще раз на примере второго destination зачем мы так заморачивались с выносом все в экстеншены для нав граф билдера и нав контроллера мы по сути помимо того что вынесли из графа довольно объемный кусок кода скрыли изолировали от других экранов и от графа то как работает навигация на эти экраны то есть тут могло быть больше аргументов они могли как-то по-другому паковаться мы могли в конце концов внутри одного нав граф билдера объявить объявить несколько композа был сразу и объединить их граф как наша душе угодно но важно что что мы мы изолируем это от других экранов и от графа и теперь получается вот такой такая декларативная навигация то есть мы заходим в функцию navhost и фактически в одном месте соблюдая принцип единственной ответственности видим что как работает навигация в приложении что мы из на из main destination навигируемся на экран деталей а из деталей по нажатию на бэк с навигируемся обратно ну точнее снимем экран с бэк стека но в данном случае это будет main так давайте попробуем запустим ну вот экран моего смартфона подождем пока запустится соберется и запустится так я снял с паузы она собралась запустилась да мы видим первый экран убиваем какое-нибудь название фильма ура все заработало повторюсь что в реальном приложении экрана будет конечно же гораздо больше все они добавляются аналогичным образом но когда их становится слишком много вам скорее всего сразу же захочется объединить их во вложенные в вложенные графа здесь мы их рассматривать не будем просто покажу что на граф билдера есть вот такая функция навигейшн с помощью которой мы можем объединять наш destination его вложенный граф и навигироваться на этот граф как на отдельный destination коим он и является вот такое у него описание но у нас два экрана поэтому граф мы делать не будем так все работает замечательно приступаем бонусной части допустим нам приходит бизнес и говорит что хочет навигироваться на описание фильма по нажатию на пуш для этого нам нужно добавить к нашему экрану диплинк к счастью библиотека поддерживает диплинки из коробки и мы можем сделать это практически одну строчку для этого в описании дистинейшна у нас есть параметр диплинкс где мы должны указать ури паттерн что что за ури паттерн давайте перейдем в манифест я уже заранее добавил intent filter где мы прописали хост и схему то есть мы мы таким образом сообщаем системе операционной о том что мы по такому адресу можем открыть наше приложение что она умеет обрабатывать ссылки такого вида вот нам нужно вытащить схему и ури паттерн будет выглядеть вот так мы сейчас рассмотрим случай когда мы передаем только 1 фильма без заголовка для нашей задачи этого достаточно если бы нам нужно было передавать заголовок нам был манифест нужно было прописать еще один фильтр где мы бы обозначили что там есть опциональный параметр но мы для упрощения рассмотрим только текущий вариант вот мы добавили ури паттерн давайте запустим и пока запускается я скопирую команду мы с помощью db бросаем систему intent с этой самой ссылкой и будем ждать и будем смотреть кто же ее откроет приложение собралось мы его можем вовсе удалить точнее не удалить выбросить из памяти отключить и теперь пробуем открыть приложение под диплинку запускаем команду ура у нас запустилась и запустился экран конкретного фильма и подгрузилась информация по нему таким образом мы взяли сделали чистое композ приложения без фрагментов вся навигация происходит внутри композ был функция и сделали мы это только для двух экранов но для всех остальных экранов принцип абсолютно такой же всем спасибо за внимание пока пока